Здесь все по-прежнему фастфуду, или очень весовое фастфуду? Ну, фастфуды всегда будут жить и всегда были жить. Мы средние достаточно, да, у нас как раз средний сегмент, я не могу сказать, что там, фужерную. Но мы стараемся, мы пытаемся угодить и теми другим, но это, я понимаю, с каждым днем все сложнее и сложнее, надо будет делать выбор. Это очень сложно на всех ориентироваться. Кому-то что-то дорого, а кому-то это слишком просто. Знаете, серии для Атуса это слишком много, а для графа Делефар слишком мало. Этот баланс найти всегда очень сложно. Вы видите свадьбу. Да, очень активно. Вы делаете это блестяще. А какой у вас гонорар? Высокий. И что нужно, чтобы вы согласились? Знаете, я не калигула, я не прихожу вначале на свадьбу осветить, окропить с собой вначале невесту, потом жениха. Там есть мрачность. Что нужно? Нужно собрать деньги. Что? У меня есть простое, классическое... В голове есть, знаете, есть категория артистов, которые спрашивают, кто гуляет. Давайте этому дадим 100%. У меня не существует ни дешевле, если ты немного заработаешь, ни больше, если ты Билл Гейтс. То есть у меня есть определенный гонорар, который мне все равно, чем вы занимаетесь. Если вы решили, купили эту услугу, почему вы нет? И от того, что человек миллионер или миллиардер, я не собираюсь ему больше выставлять. Но, соответственно, если он работает в шахте и так далее, собирал, я тоже не супер скидки планирую делать. У меня есть масса подарков, которые я делаю. Я люблю делать подарки на свадьбу и так далее. У меня есть единственное в мире, например, бензопила-шоу, которое я себе отдельно, я его продаю за деньги. Если это свадьба и люди хотят, я это делаю в подарок. То есть я бензопилой выпиливаю полутораметровыми буквами в течение минуты-полторы имя жениха и невесты, сердечки. Это все может улететь по шариках в небо и так далее. Но неимоверно, что очень на дорогих свадьбах это просто. Я это шоу делал, наверное, уже на трех континентах, как минимум. Не только очень далеко ездил с этими делами. А из смешного бензопилу нельзя провозить с собой в самолете. И как бы в райдере пишешь, какая там должна быть бензопила. Вот, например, в Турции открывался отель «Интурист». Мне надо было выпилить «Интурист». Но мне дали бензопилу, которую сосну пили. Знаете, моя весит 7-12 килограмм, там разные, наверное, категории. Максимум, потолок 12. А мне дали, ну, 100% в 18. И там есть группа мышц, но в вытянутых руках надо это все делать. Плюс я слежу за тем, что я там пальцы человеку не отрезал. И тогда мы шутим иногда. Как твои ассистенты, которые держат плиты, когда ты их меняешь? Я говорю, ну, когда они не могут говорить «дай 5», а они говорят «на 3», тогда мы их уже вынуждены менять. «Дай 4», еще нормально, мы еще держим. А вот когда «дай 3» уже все, как говорится. Ну, шутки в сторону. И мне приходится максимально заботиться о их безопасности. Там же масса всех них нет. Представьте, мне дали вот 18 килограмм. Я на слове «Интурист». И я себе, представьте, по-английски пишется «Интурист». Я вот на «Инт»-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. что было. Какие были, таких и дали. А это местные аниматоры, они такие вначале веселые, турецкие аниматоры, все дела. А потом я смотрю, они начинают немного испарина на лице, ручки трусятся, люди выходят и курить начинают те, которые никогда не курили. Знаешь, отходят, дай сигарету. Но это страшно. Я вам покажу видео, если захотите, как это все выглядит. Можете положить, если это будет кому-то интересно, я брошу. Можете поддержать. Да, можем позвать вас. В этот момент мы шутим, но так и есть на самом деле. На свадьбах бабушки в Nokia 16-20 ищут камеру, чтобы снять, потому что это впечатляющая штука. То есть можно видеть все у артиста многократно. Когда это единственное в своем роде, его никто не делает. Вот такие дела. Я люблю делать такие подарки, я люблю кучу бонусов делать и так далее. Когда я говорю о своем гонораре, есть очень много ведущих, которые там из моего класса, которые ничего не хотят больше делать. То есть они берут микрофон и все. И красивый. Да, и дайте мне красивый сценарий, и дайте мне вот это, и дайте хорошие подзвучки и так далее. Мы же приезжаем со своей командой, со своим звукорежиссером, со своим концертным директором. Сценарий весь прописан до мелочей, мы это делаем самостоятельно. Там дарим в подарок еще всякие метафановые пушки, ну где это ощущение праздника, усиливая кучу всяких бонусов. Вот я вам рассказал. А свадьбу я веду на трех языках, кстати. Веду на украинском, на русском и на английском. Вот только приехал со Львова, там было по-украински все исключительно. Меня там познакомили с бабушкой, говорит, подходит, говорит, заказчик говорит, Андрей, мне это все равно. У нас тут очень все демократично. Хочешь по-русски, хочешь по-украински. Ну на всякий випадок, подивись там, пані Софійка, ей 91 рік, вона дві війни пережила, вона в землянці жила, і з мускалями там щось сперечалася. Тому на всякий випадок, так уберешься, ще не отхожу, пані Софія, я вибачаюся. Тут мускаликів немає, якщо щось почуєте російську мову, то я там щось перейшов, то ви убереште свою двустволку не виймати з-под столу, там не треба. Мы с ней стали, там, лучший кореша бабушке должен отдать должное. Она первый день пришла на свадьбу, в первый день. Последняя ушла, два часа ночи. На второй день она тоже первая. И в финале она самая финальная уходит. Она ей говорит на ушко, говорит, ну може кидай? Ну не-не-не, я шо после уже подивлюся, все нормально, все продовжится. Куча комплиментов отвесила и так далее. Из интересного, я хупу ввел. Это на еврейской свадьбе есть хупа, это менчание. В Австрии, в Вене, вот, я предварительную часть до того, когда рэба приходит. Так что все эти, все детали знаю. Надо специально какое-то разрешение? Нет, я просто вводную часть делал. А потом приходит рэба. Саму часть ведет рэба. Все эти предварительные части, финальные, когда там надо мазалтов, крикнуть и так далее. Вот это все для меня было испытание. Во-первых, еврейская свадьба от нашей отличается очень сильно. У них через 10 минут весь зал танцует, на стульях жених-невеста катается и так далее. У них все на танцах основано. У них минимальный конкурс, у них максимально надо поднимать людей в танец, у движения, активничать, поддерживать их в этом. Они не очень любят толстые. У них своя интересная специфика. Интереснейшая. Но специально готовитесь? Конечно. Я вообще, я вот, я звонил в Нью-Йорк, специально своим друзьям, интересовался, ну, когда теми быстро лить без. Я, во-первых, никогда людям не говорю нет. Я все знаю, если мне спросили. Всегда. Но я сразу же не хочу быть голословным, я отмониториваю все, что можно. И в итоге люди подходят, подходят к нам мне рэбэ и говорят, Андрей, у вас таки да, теперь есть работа и висхайля, и в нее. Приходите. И мы еще любим делать приветствия на разных языках. Вот откуда это взялось, почему мне легко, там, когда я снимаюсь и так далее, мы копируемся. с финнами работаем, с румынами. В Ромбе Троу приезжаем в Бухаресте. Я делаю приветствия на восьми языках, там, вначале, там, казахский, румынский, белорусский, грузинский, и так далее. Так, продолжаем, да? Да. Следующий вопрос. Слышал, что вы по образованию дипломат. Вы хоть неделю дипломатом проработали? Я проработал гораздо больше недели, давайте уточним, можете посчитать, сколько недель в трех годах работы, да, три года, даже чуть больше, девяносто, какой-то там концерт, в девяностых я работал. Около четырех лет, даже не буду каять, сейчас скажу, очень не совсем. Около четырех, три с половиной, четыре. Не, просто каждый день. Девять утра на работе, семь-восемь с работы, в субботу обязательно день середины дня надо появиться в casual. Я возненавидел галстуки, где-то костюмы не носил год после МИДа, потому что я знал семь вязок галстука в скуке, поэтому косая, прямая и так далее. Я работал в управлении международных организаций и занимался правами человека. В моем отделе были права человека, расовая дискриминация, незаконный оборот психотропных и наркотических веществ, права детей, права женщин. Так что по специальности работал. Начинал я с бюджетного отдела. То есть я был бухгалтер ООН. Деньги направлял на оплату Всемирной организации здравоохранения, ВКО и так далее. Где мы членами являемся, просрочили. Надо было следить, куда надо, чтобы вовремя взносы свои забыть. Я на этой почве выучил отскучить почему-то сербский и хорватский язык. И меня решили отправить в Сербию в Хорватию. Должен был уже месяц как работать, я в месяц не уезжал. Вот у меня стояло перед выбором остаться в Украине или уехать уже и все. И это уже, я бы меня засосало, я бы уже никуда не делся. Уже был бы дипломатом сейчас. И вот я в месяц фактически уже ругается посол, где мой атташе по культуре, я не вижу. И еще не приезжает, я уже должен был уехать по ротации и так далее. А мне что-то не захотелось. Вот не захотелось и все, меня остановило. И я себе решил, что я как-то иначе все должен. Есть еще продолжение вопроса. Как известно, в Кима уже сплошные мажоры. Вы что, мажор? Я ездил на Жигулях Копейки 8 лет. Наверное, после того, если вы знаете хоть одного мажора, в Кима, который ездил на Жигулях Копейки. И на моем потоке были такие же дети, дети-преподаватели, которые легко со мной с удовольствием либо метро делили, либо со мной на Жигулях катались. Потому что у меня одного из немногих, у кого была машина. То есть это немножко не до Кима, в котором я был. И когда учился, у нас было в группе, на потоке 30 человек. Мы понимали, а все остальное это иностранные студенты. Из наших только 30 человек. У нас все небольшое, компактное было. Из них девочек 4. Дипломатия – это, в принципе, не женская работа. Вообще Кима – это, в принципе, не женский институт, скажем так. Сейчас много девочек гораздо больше, чем молодых людей. Вы не жалеете? Я не жалею ни о чем. У меня все это знание, я отличник. И все, что я получил, все знания, я использую по сей день. От дипломатической карьеры, от того, как меня научили делопроизводство. Не существует ни одного министерства в Украине, которое на таком высоком уровне делопроизводство, как в МИДе. Там за каждую букву, за каждую запятую ты можешь очень серьезно пострадать. Там есть свой стиль, он всегда существовал и будет существовать. Там очень сильная школа, которая корнями выходит в десятилетия. А вы, получается, когда это дело забросили, куда это пошли? Когда я пошел, первое – на радио. Вот, с радио началось. У меня сразу было по факту три работы. Радио, ночные клубы, у тебя там телевидение поиск. На радио пригласил кто-то или Саня? Да, да. Вали Дарфуш пригласил. Супернов. Вали Дарфуш. Слушай, я вообще еще со студенчеством. Первый сотрудник, когда он только приехал, он первого, кого принял на работу – это меня. Я его первый сотрудник на радио. А где ты встретил? Это просто кастинги, все дела. Прослушивание радио-диджеев на новую радиостанцию. А я работаю на 69-68 НКВ, в какой-то затяжоке, непонятной, которую люди слушают только на маяках. А в японских приемниках нету 69-68 НКВ. Я сижу мечтая какой-то такой большой ФМ. 104 ФМ. Приглашаю. Еду еще нет. И вот с этого все началось. Следующий вопрос касательно вашей семейной жизни. Расскажите, как у вас сейчас отношения с экс-супругой Сантой? Общаетесь ли с ребенком? У нас нет отношений с экс-супругой. И просто нет. Отношений, когда есть какие-либо, у нас с них нет. Скажем, назовем вещи свои имена. Ребенка мне сейчас не дают видеть. Я всячески в законодательном порядке это пытаюсь решить. То есть уже никак не дает мне видеть ребенка. Я прихожу в детский садик. В садике уже третий поменялся. Второй из них поменялся без моего согласования. Лишь бы, может быть, вероятнее всего, чтобы я его не видел. Это все прикрывается личиной разной. Лучше для ребенка и так далее, и так далее. Но я почему-то узнал, в какой садик он найдет мне папку. Сыну, малыш, в руку бумажку с проспектом. Говорит, папа, меня вот туда забирай. На свой дизайн этот сад. Чтоб ты меня нашел. Я с этим буклетиком. А официально я мне никто не поставил известность. Потому что я куда-то переезжаю. Что я меняю садик и так далее. Он меня постоянно просится ко мне. Я говорю, сыночка, этот момент решим. Когда мы его решим, все будет хорошо. Я пока не пытаюсь форсировать события. Чисто законодательно я могу взять ребенка сейчас за руку и увезти домой. Потому что нет ни решения суда. Нет ни договоренностей. Это не реальная. А у меня такие же права, как вы мне. Понимаете, о чем я говорю. Поэтому я это не делаю лишь в его интересах. Для того, чтобы не было опять этого конфликта, ворования, выдергивания из рук. Но чтобы он в этом не участвовал. Я пока просто хожу и сердце кровью обливается. Но я из садика не вылажу. Закончу с вами встречу. И буквально через час поеду уже к нему в садик. Мы видим себя постоянно на нейтральных территориях. Я тут просто прихожу наглую туда и все. А мне никто не может там отказать и так далее и так далее. Я отец. Я тут же узнаю, оплачен ли следующий месяц. Оплачиваю его и так далее. То есть я принимаю максимальное участие. Хотя мама может так и не думает, что я в этом участие принимаю. Это ее личная точка зрения. В общем отношений у нас нет никаких. У нас такая холодная война, как бы так называть. Без каких-либо активных действий. Ну и стопроцентная двусторонняя неприязнь. Я еще не устроил. Только на днях. Это я на выезде был, она как раз... Я в ее день рождения работал, а она со мной была. Это уже так разминались. Почему вопрос? Странно, что вы вообще после этой истории верите в женщину. Я такого не говорил, что я верю в женщину. Я до сих пор этого не говорю. Женщина доброго. Женщина... Мы же все с разных планет, поэтому... Нет, я в гей, но просто я не скажу, что я понимаю на все 100%. Если какой-нибудь из мужчин скажет, что он понимает женщину, бросьте в него камни, если он скажет, что он мужчина, потому что, скорее всего, в противном случае он гей. А настоящий мужчина на все 100% понимать женщину не сможет никогда. Потому что мы разные. И в этом-то и прелесть. Потому что мы разные. Мы притягиваем друг друга этим. И я считаю, что любовь – это когда два человека, обладая огромным количеством плюсов, достоинств, но еще и обладая недостатков. И если бы эти недостатки ему способны на них закрывать глаза, значит, ты действительно любишь человека. Вот. Мне кажется, так. Это будет какой-то сюрприз какой-то на движении, да? Ну, мне уже там как-то сюрпризом-то особо не получится. Уже все знаю. У меня девушка, которая хочет знать наперед все. Даже заглянуть, как будет подарок там выглядеть или еще еще. Уля, тут мне не понравится. Ресторан уже так не подберешь, как раньше там и т.д. Сейчас уже, чем больше вместе живешь, тем больше это превращается в ситуацию, когда надо все согласовать. Так что мы согласовываем друг с другом в такие моменты. Капец какой-то. Живешь-живешь вначале с мамой, там вышел на улицу, шапочку одень. Потом начинаешь жить с девушкой, шапочку одень там и т.д. И когда этот момент, вот у мужчины, я сам не понимаю. Мужчины, скажите, у нас есть момент, когда мы можем просто передохнуть и т.д. Поэтому, если вы еще не женаты, наслаждайтесь жизнью. Ну, я шучу, конечно же. Это все приятные вещи, которые там... Но вы же понимаете, когда женщина, у каждой женщины есть инстинкт мамы, и надо обязательно его включать и проявлять. И на кого она будет проявлять? На мужа и детей. Она должна свою любовью обязательно хватить тебе. Даже если тебе это не надо сейчас, но тем не менее. То есть она как-то беспокоится за шапочку и т.д. Ну, хорошо, хайба совпадает. Ну, да. Это было бы здорово. И не нужно пробовать несколько раз. У вас нет. Дима, сделай доброе дело. Пойди, свалим на переполох. На. Это меня наяривают. Еще когда? Да, мы прямо сейчас уже должны где-то быть. Значит, много еще? Нет. Нет. Через 10 минут мы можем быть. У нас сейчас крайний вопрос. А, крайний вопрос. Ну, скажи сюда, через 15 минут мы можем быть. Еще раньше никак. Я предупреждал, что я поздравляю. Вопрос следующий. Какие важные дела вас беспокоят сегодня? Какие новые проекты впереди? И вообще, о чем вы мечтаете? Что меня беспокоит сегодня? Меня больше беспокоит сегодня будущее вообще вот каждого украинца. О том, будем ли мы жить в разрозненной стране, будем ли мы жить в воюющей стране. И будем ли мы жить в успешной, процветающей стране. Или все, что сейчас происходит, например, затишье с долларом, это, на мой взгляд, какая-то очередная афера. Я предполагаю, что, назову вещи своими вещами, сначала абхезовшееся население сдает доллары быстро, потому что думает, что оно там очень сильно падает в цене. А потом это можно абхезовшееся население у меня подозрение. Потом в два-три раза дороже обратно это все продадут. Там человек, который убеждет никого никуда? Война, которая превращается в какой-то бизнес, в затишье, в легкое. Она не принимает никаких форм, никаких форм недоговоренности, никаких форм. Всему есть какой-то логический конец. Должно быть начало и должно быть конец. Как только это какое-то продолжение, это уже можно как-то СПД какой-нибудь оформлять. ООО «Вийна» там, я не знаю. Как-то назовите вещи своими именами. Нельзя, чтобы так долго это все продолжалось. Народ живет в подвешенном состоянии, это очень плохо, это очень беспокоит. Будет ли у нас бомба летать? Танчане, я уверен, что не думая о том, что когда может у них произойти, там бомба будет летать и так далее. Стены вырывать. Не хочется, чтобы это у нас произошло. Хочется, чтобы мирность была, чтобы была стабильность. Но это все из вариантов утопии, которые, знаете, фразы, которые говорят на конкурсе «Мисс Вселенная». Какая-нибудь глупая простушка, которую пропихнул толстый дядя, и она выходит и говорит, что бы вы хотели пожелать? Я хочу мира во всем мире. Куда вы потратите ваши деньги? Готовы, чтобы всех накормить. Я понимаю, что это утопия. Это невозможно. Но мне бы этого хотелось. К сожалению, это невозможно сделать быстро и так далее. К этому можно стремиться. Всегда, когда к чему-то стремишься, для меня все мои жизни, все мои какие-то планы, мечты, для моего окружения оказались какими-то нереальными вещами. Нереально, что ты поступишь в этот институт. Нереально, что когда ты будешь работать на радио, станешь известным парнем. Все для всех было всегда нереально. Я это что-то достигал. Я это просил у Боженьки. Если бы все украинцы могли в один момент взять и помолиться, попросить Боженьку, чтобы он нам помог. Возможно, ты это произвели. Только в это верить нужно. И верьте в то, что это должно произойти. Ищи больше добра в сердце, и все будет хорошо. Рано или поздно. Оно должно быть. Иначе не может быть. Всегда надо верить в хорошую развитие. Кстати, на творческих планах. Что-то есть, что мы должны знать? О творческих планах. Сейчас мы в активном поиске, никак не в активном поиске, а в активной организации. Я не выбрасываю эту идею. Я сейчас просто готовлюсь над стендапом. Это как выступление а-ля спектакля одного актера. Я хотел бы, чтобы они начались из такого клубного формата, который должен был перерасти уже в сценическую работу. Я много высмеиваю всего своими словами и так далее. Это такая вот дружеская подача, где я попадаю мысли на какую-то проблематику. То есть такой стендап с юмором и так далее. А кто его будет снимать? Для начала не снимать, а потом уже снимать. Для начала как бы работаю. Я начал абсолютно случайно это делать. И вот, например, сейчас у меня в течение, вот был прошлый год, у меня целый год там в четверги в какие-то там люди в лучшем клубе в Харьков, в Панораме постоянно приходили. И сейчас у меня выступления опять возобновились, они подсоскучились, наверное, под эти все выступления. Они это хорошо воспринимают. Я выхожу 30 минут с ними, шучу на какую-то тему, определенно не дают тему. Например, любовный треугольник, любовь через интернет и так далее. И я вот высмеиваю все, начиная от статусов, в контактах, в фейсбуках и в аватарах, как определить, что вас обманывают, что это все. Ну это все в шуточной форме, все происходит, подшучиваю. Это очень работа с залом максимально, где они принимают участие, где задают вопросы и так далее. Но я хочу это превратить в целостную программу, в которой будет принимать участие не только я со своими импровизациями, а где будут изготовлены тексты уже и от хороших сценаристов и так далее. Вот это сейчас из того, чего я очень-очень и очень хотел бы сделать. Но ты на базе чего? В базе каких-то театров, ресторанов? Начать нужно на базе, это в таком формате comedy, лучше происходить, когда люди сидят где-то за столами, в релакс-форме. Но все-таки в идеале я хочу какие-то там залы, ну 500-1000 человек, где люди сидят, куда я должен бы приглашать каких-то гостей со сдельной тематикой, какие-то шоу-бизнесы, певцов и так далее. Когда-то уже могло превратиться в комплексное шоу. Этим я сейчас занимаюсь, из того, что такое, из глобальных проектов. А все остальное живу обычной своей жизнью. Сделал новое шоу «Жестокие игры» на «Европе плюс». Это веселая развлекательная программа, где я и троллю гостей, и троллю наших радиослушателей. Они очень много выигрывают всевозможных подарков, билеты в лучшие кинотеатры, всевозможные подарки и так далее. Это из-за того, что вот сейчас происходит. В проекте телевизионная программа, но, вероятнее всего, не в Украине она будет выходить и так далее. На продажу какая-то программа готовилась. Кстати, я, например, не знал, что Тед, когда снимал «Богиню шопинга», он и продал сезоны, и продал на МТВ российское и на телеканал «Пятница», по-моему, у них есть такое. И я иду, у меня в Египту подходит, слушай, ты мог видеть на «Пятнице»? Я говорю, да нет, я не знаю, даже такой канал, это МТВ. Я потом узнал, что показывали эти «Богиню шопинга», я там экспертом весь сезон, на основном, как говорили, самый лучший был сезон, просидел. И говорит, да нет, мы видели тебя на «Пятнице». Я говорю, не верю, не может быть. Приехал в Киев, спрашивал, говорит, как этот МТВ теперь называется телеканал «Пятница». То есть, чисто теоретически, так и могло и быть. Ну, приятно, когда какие-то ребята из Челябинска узнают. А я, в принципе, позиционируюсь как украинский ведущий актер и так далее. Но где тоже начинают даже и фильмы какие-то, что-то люди чего-то там замечают и так далее. Притом не нашим, а украинцам. Время движетесь, как и фильмы Челябинска. Ну, надеюсь. Они начинают давать планы. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Будьте счастливы, любите друг друга, это самое важное. Любите Бога. И всего вам хорошего. Идите с Богом по жизни. Спасибо. Спасибо. Спасибо.